Здравствуйте дорогие друзья и гости моего канала! Рада вас приветствовать! Сегодня будет пересадка давно домашней орхидеи, но которая еще не была пересажена. В одном из своих видеороликов я вам показывала и рассказывала историю этого фаленопсиса. На ваших экранах сейчас совсем не фаленопсис, я хочу показать цветение своего психопсиса папилио, который расцвел на первом и на втором цветоносе. Теперь у меня вот такой, можно сказать, двухголовый змей горыныч. Вот этот цветочек расцвел в первую очередь и он уже не такой бодренький. И теперь у меня их два. Буду ждать третьего цветоноса и третьего цветочка. Вот такая красота выросла. Очень большой такой жирненький кустик уже у меня тут разросся. И имею два цветоноса на одном растении. Ну, на целой куртинке имеется в виду, на одной посадке. Вот так вот. Не хочет камера фокусироваться. Много разных всяких мелких предметов в кадре. Посмотрите, какие божественные рюши. Очень красивый. Ну, а непосредственно речь сегодня пойдет вот об этом фаленопсисе, который я отдавала своей дочке на воспитание. Она у меня учится вне дома, студент. И попросила вот в съемную квартиру, да, говорит, какую-нибудь орхидейку. Вот эта орхидея была куплена по уценке, отцветшей. Но дома она зацвела. И я ее отдала дочке. Так как вода из водопровода была совсем некачественная для корней фаленопсиса, то видим вот такую вот картину в горшке. И сейчас очень активный рост корней. Весна. И я хочу эту орхидею посадить. Вот так она искривилась и практически находится в горизонтальном положении. Сейчас я буду исправлять эту ситуацию. Почищу ей корни. И постараюсь сделать прямую посадку, выпрямить эту орхидею. Посадка будет делаться в закрытую систему, так скажем. То есть в горшок без дренажных отверстий. Ну а как все дело будет происходить, мы посмотрим, как выглядят корни растения. Как вообще можно тут в этой ситуации поступить. И я приглашаю вас к просмотру данного видеоролика. Итак, вот в таком положении находится орхидея. И дополнительно она у меня находилась в корзинке. И если бы не та корзинка, в которой она очень плотно стояла, то посмотрите, какая тут ситуация. Орхидея переворачивается. И, собственно, может привести к таким негативным последствиям. Я вижу, что раскукливаются корни. Но и в горшке можно наблюдать вот такую корневую систему. Есть погибшие корни. Но сейчас все это будем убирать из горшка. Все будем вытряхивать. И смотреть, что можно сделать с этой красотой. Это орхидея такого розово-красного цвета. Ну, в принципе, таких орхидей продается очень много. Ничего такого сверхъестественного. Но в каждой орхидее есть своя прелесть. И я считаю, что даже такие простенькие и обыкновенные тоже должны быть в коллекции. Они берут своей простотой, наверное, калибром цветка. И все время безотказным цветением. Что я имею? Я имею очень большое количество проросших корней через сливные отверстия. Поэтому здесь будет несколько трудновато осуществить изъятие этого растения из горшка. Так, ну вот здесь пропавшие корни от солей. Пропал виламин. Поэтому сразу же я эти корни от шейки буду вот таким образом удалять. Если бы, конечно, качественная вода была бы, то эта орхидея долго-долго еще бы могла жить в этой посадке. Так, там еще имеется торфяной стакан. И посмотрите, все-таки содержу орхидеи. Тут целые гордеевые узлы прям навязаны. Как тут быть, поступить, даже и не знаю. Придется, наверное, разрезать горшок, что ли. Я не знаю, тут с какой стороны к ней подступиться. Она еще имеет массивную такую листовую часть. Как бы не переломилось все это дело. Хочется, чтобы вам тоже было видно. Ну и мне надо, чтобы тоже было доступно. Сложная ситуация сложилась такая. Внештатная, можно сказать. Так. Что мы тут имеем? Конечно же, я потравмирую корни. Хоть режь дно. Хоть не режь дно. Чтоб заросло все так, чтобы к ним и не подобраться. Сейчас. Сейчас. Так. Так. Что? Сердце замерло. Уберем. ここ. Субтитры сделал DimaTorzok Так Субтитры сделал DimaTorzok Что-то я ей тут вырезала, но она ни на грамм не поддается Так Вот так Вот так Так, все, кардинально я тут решила Покрамсать Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Так, ну что, будешь ты поддаваться? Нет Все равно я упрямий Я упрямий, так и знаю И дело свое доведу до конца Так Ну что ж, еще чуть-чуть Еще чуть-чуть Ну вот, можно сказать, и все Здесь Сейчас посмотрим поближе Ух, даже устала Посмотрите, засолы Белая вот эта, это не засвечивает Это засолы Пластик так я и оставлю, скорее всего Но сейчас разберу Вот эти вот грунты Грунт этот полностью сменю И посмотрю, если этот пластик вывалится То я его, конечно, уберу Если нет, оставлю Ничего в этом страшного не будет Так, приступим к разбору Корней, как видите, много Грунт засолен Имеется торфяной стакан Поэтому я сейчас буду все вот так извлекать Но, как ни странно, корни там в торфяном стакане целые Невредимые Сейчас я разберу все, что смогу снять Безопасно для корней В принципе, эту так же можно и оставить Прекрасно они растут Сейчас я обрежу Все, что отжило свое Корни зеленые, видите, от шейки Я их отрезала Но они тут нам какое-то время функционируют Пофотосинтезируют Зелененькими побудут И, конечно же, отомрут Вот таким образом Они-то, наверное, тут и составляют Большую часть этого мотка Ну а что делать? Что делать? Можно просто оставить так, как есть Но грунт засолен Я ее еще к тому же буду засаживать В закрытую посадку Поэтому здесь нужно тщательно Такой гигант Прям очень сложновато с ней работать Сложная такая очень ситуация Банка еще это мешает Ладно, буду вычищать на стол Банка еще это мешает Банка? Банка еще это мешает В нем ச ехать Банка еще это мешает Режим Барramos Банка Банек С ממ�о Нормально Банк OS очень еще имеет неудобное положение такое вымахала торфяной стаканчик этот тоже нужно как-то раскрошить попытаться ну что тут еще можно предпринять зачистить шейку в принципе шейка у меня уже зачищены я ее освобождала здесь отсох один лист в принципе из-за чего получилась вот такая ситуация сейчас я могу наверное снять вот этот лист он будет мешаться здесь таким образом чтобы это место уже погрузить в посадку да и под ним сейчас покажу очень много закукленных корешков здесь вот имеется цветонос покажу вам как выглядит шейка вот она имеет на себе видите сколько таких обнявших ее закукленных корешков и вот здесь тоже в принципе весь ствол у нее обнимают эти корешки они обязательно раскуклются но сейчас самое главное посадить это растение я ее почистила настолько насколько смогла вытряхнула большую часть грунта больше в корни я не полезу очень большая вероятность их очень сильно травмировать я и так уже видимо немало травмировала корней поэтому дальнейшее свое вмешательство я на этом заканчиваю так вот и и так и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Поэтому будет так вот как получилось Заодно я ей там отчикала один сушеный цветонос Второй вот здесь у нее есть Но если я его отрежу, я отрежу большую часть вот этих оставшихся корней Я думаю, ей и с этими корнями будет нормально Нарастут новые корни Поэтому думаю, что ничего страшного не должно произойти и случиться Хочу сделать посадку И как можно больше ее заглубить Вот таким образом Положу я ей туда вот этого лесного мха зеленого И в принципе буду пользоваться для посадки корой Размером 2,5 Вот такими крупными довольно-таки кусками Сейчас в произвольном порядке туда набросаю Будем наблюдать, что будет с этой орхидеей Такая у нас экстремальная, кардинальная пересадка По ситуации Такая вот сложилась ситуация Значит, буду делать так Так Давай, красотка, нам надо тебя как можно поглубже И как можно ровней поставить Такая лежебока мне не нравится Полив у нее будет не скоро Так как перед пересадкой, видели, она полностью была увлажнена Ну, она была полита накануне Такой у нее был основательный полив Не временное замачивание Хороший полив Вот таким образом Корни должны расти в посадку Прямо Все равно тут нужна какая-то опора Ой, дорогие мои зрители Это просто какой-то трэш Изнурило меня это растение Вымотало и даже выбесило Смотрите, сколько здесь я принесла Всяких подручных средств И вот эту жабежку И цветодержатели Такой, деревянные резинки Хотела вставлять Вот так вот его позади Пришлось мне ему отрезать его зеленый цветонос И отрезать всю лишнюю Вот эту корневую систему Которая не влезала Не позволяла его поставить Видите, да? Какие габариты Какой размер И если бы не вот этот вот горшочек Чуть побольше То я не знаю Ковырялась я бы тут с ним еще очень долго Горшочки мне прислали в подарок Сергея и Юля Еще раз хочу поблагодарить Вот пошел в ход Ваш первый подаренный горшочек На сегодня посадка И мучения с этим растением закончены Будем наблюдать за его развитием Все там я сделала так, как и показывала вам Видно, вот корешочки сухенькие есть Еще раз повторю, что растение перед пересадкой было Как следует, полито, напоено И несколько дней Я не буду давать туда никакой воды Чтобы все раны, которые получила это растение А корни я там все повредила Как вы могли видеть Это самая ужасная посадка была За все то время, что я занимаюсь орхидеями Но зато смотрите Вот такой вот пример вам Не знаю, была ли у кого такая ситуация Пишите в комментариях Пишите все, что вы думаете по этому поводу Будем дальше наблюдать, как пойдут дела у этого растения Ну а на этом все С вами была я, Татьяна Ставьте лайки Делитесь видеороликами в соцсетях Подписывайтесь на канал, если интересно Будет много еще интересного на канале До новых встреч! Продолжение следует... 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 Продолжение следует...